Племзавод «Заря» работает на территории Родниковского района уже 11-й год. Поголовье крупного рогатого скота насчитывает почти 900 голов, дойное стадо – 400. Коровы здесь исключительно ярославской породы. Молоко у них с высоким содержанием белка и жирностью более 4%. Живут буренки долго. У нас есть коровы, самая старая корова – это 2001 года рождения. В основном коровы с 2006-го есть коровы. Но так в основном стадо, конечно, большой процент – это молодые коровы третьим-пятым отелом. Этот зеленый ангар – новый комплекс, который построили в прошлом году. «Заря» вошла в число получателей льготных кредитов по линии Минсельхоза. В 2017 году проект заказали, а вот в апреле 2018-го затеяли эту стройку. И вот, как видите, уже мы часть здания заселили. То есть у нас в планах именно осуществление этого проекта. Оно даст нам рост еще по голове где-то до 600 голов. И то есть мы еще на 50% увеличим производство молока. В минувшем году профильное министерство одобрило Ивановской области 30 инвестпроектов по развитию АПК. «Заря» в их числе. Что получается на деле, Станислав Воскресенский приехал посмотреть лично. В новый животноводческий комплекс коров перевели совсем недавно. Здесь же оборудован доильный зал. Сельское хозяйство – это один из наших приоритетов. Какие-то инвестиции удается привлекать. И Минсельхоз России нам очень помогает. Они почти все заявки удовлетворяют. Мы сейчас говорили, есть такая форма поддержки, когда компенсируется часть капитальных затрат. Мы будем, естественно, подавать, добиваться того, чтобы этому предприятию помогли деньгами по линии Минсельхоза. Свою продукцию «Заря» поставляет компании «Данон» и в Волгореченскую сыроварню. Неудачным для производителей было это лето. Цены на молоко сильно упали. Продавали в убыток. Падение цены, допустим, закупочной у нас, я как полагаю, если бы оно отражалось, допустим, на каждом покупателе, что дешевле продукция, а ведь на прилавках она не дешевле, я считаю, что это вообще глубокая несправедливость. И в такой ситуации, когда вот такие будут шарахания, так уж попросту скажу по-крестьянски, в ценовой политике на молоко, то есть те сельхозпредприятия, которые послабее нас, конечно, я не знаю, будет ли у них будущее. В 2018 году племзавод «Заря» получил 9 миллионов рублей субсидий. Новый коровник выстроен из сэндвич-панелей, и он теплый. Для дойного стада это принципиальный момент. Коровы, которые дают молоко, не должны тратить энергию на самосогревание. Правда, к приезду губернатора на ферме устроили проветривание помещения. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Родниковский район.